Добрый день, коллеги! Всех рад приветствовать! Начнем мы с вами утренний брифинг, традиционно. Меня зовут Марченко Юрий, мы каждый день просматриваем утренний брифинг на предмет того, что сработало неделю назад, на предмет того, чего мы будем ждать за сегодня. Сегодня Россия отдыхает, но ко мне это так особо отношения не имеет. Сейчас маленько поправлю звук, потому что, судя по всему, очень громко динамик стоит, поэтому я сделаю маленько вот так. Ну и прежде чем мы начнем, да, пара объявления. Во-первых, сегодня понедельник, традиционно по понедельникам мы проводим с вами большой обзор. Это вебинар, в котором подводим итоги недели, в котором смотрим фундаментальный фон, так сказать, недели, в котором смотрим, что может попробовать отторговать, так сказать, позиционные торговые идеи на неделю. Вот многие заметили, да, что по позиционному счету никаких сделок, в принципе, нет. Ну вот идеи пока просто не было. Попробуем все идеи, так сказать, сгенерировать и реализовать течение недели. Это произойдет сегодня в 13 Москвы, с 13 до 14 московского времени, да. На вебинар открытый для всех, поэтому регистрируйтесь на сайте trading-floor.net. Ну и также сегодня торговый стрим в 8 часов 30 минут без опозданий, без заминок. Торгуем с торговыми идеями, в принципе, открытые позиции, обсуждения, комментарии. Все в режиме онлайн. И еще небольшое объявление касаемо завтрашнего брифинга. Так вышло, что мне нужно отлучиться и отлучиться именно утром и фактически потом догнать будет очень сложно, поэтому завтрашний утренний брифинг мы не проводим. Утренний брифинг будет только теперь уже в среду, да. То есть один день у нас выпадает, седьмое число завтрашнее. Вот. Ну, я думаю, что как-нибудь переживем стрим и вся другая торговля тоже будет проводиться, несмотря на то, что брифинга не будет. Так, ну и поехали. За сегодняшний день, сегодня у нас шестое, вот и Америка перешла на зимнее время. Все уже перешли на зимнее время, кроме нас, кроме россиян и, ну или там еще ряда, да, стран. И теперь у нас фактически и Америка открывается на час позже, чем обычно, да. Ну, кажется, что есть, то есть. Что из фундаментального фона? Встречи Еврогруппу. Марио Драги с какой-то речью уступает опять, но сильно внимания на него не обращаем. Тут, в принципе, ничего нового он сказать не может. Все, что он мог сказать новое, он уже все сказал. Все, больше ничего нету из запланированных, да, фундаментальных фонов. Ну, все остальное, если и будет, то, так сказать, неожиданно, да. Опять же напоминаю, что сегодня в России не работает. Кстати говоря, сегодня интродэй за 10 минут, да. Те торговые идеи, которые я обычно рассказываю, мы их приведем без России, потому что, ну, очень сложно будет торговать. Ну, поехали. Что ждали и что получилось? Евро-доллар. Евро-доллар. Что у нас нового? Абсолютно ничего. Е-мое. Маленечко у меня тут. Абсолютно ничего. Нонфарм прошел достаточно гладко. Ну, маленечко интерес вызывает вот эта вот шпиленция. С другой стороны, ничего нового она мне показала. Инструмент был шартовый. Инструмент остается шартовый. Народ, что у нас там, как народ себя повел. Много кто шартил, в профите сейчас находится, по состоянию на сейчас. С другой стороны, сразу же после нонфарма позиции закрывали. Открытый интерес падал. Есть у нас, также остается, скажем так, зона сопротивления, потому что, да, здесь есть застрявшие участники рынка. Ну, вот поэтому вниз, наверное, сегодня-то мы и не пойдем с вами. Да, будем работать, возможно, даже на отбой. Что нам показывает фьючерс? Ну, во-первых, все это падение, да, как оно было расписано. Мы ждали шорт вот в этом диапазоне цен торговой на нонфарме, да, но вот не было. Вот такой шпильки досюда, не дошли мы совсем. С другой стороны, есть участники рынка, вот они. Мы сейчас в них толкаемся. Ну, покупать это значит работа против тренда. Продавать сейчас, как минимум, да, это значит продавать в поддержку, что тоже не круто. Что же делать? Что же делать? Ну, честно говоря, наверное, лучше ждать. Сегодня в понедельник ничего сверхъестественного здесь не пройдет, я так считаю. Поэтому мы с вами будем ждать. Чего ждать? Во-первых, пробой минимума, если он состоится, будем шортить. Вот, ну и, наверное, ну и, наверное, все. Да, потому что с покупками я бы тут совсем поосторожней, ничего бы не предпринимал. То есть, идея какая? Если мы пробьемся ниже 1.1575, если пробьемся, да, тогда уже будем с вами шортить. Будет ли это? Да, ну не то, чтобы однозначно, да, скорее всего, да. Это как мне кажется, потому что как минимум это по тренду. Но вот сегодня это будет или нет, сказать будет очень сложно. Почему? Потому что сегодня в понедельник, раз, там этого может не быть, и пробой вот этот, да, как бы... С другой стороны, вот эта шпилька говорит, наверное, много. Ладно, рассчитываем на продажу только если увидим пробой. Ну, опять же так, еще раз расскажу, сегодня, наверное, мы его и не увидим. Так, а докуда мы будем падать, если что? Ну, давайте предположим, что 14.90 это наша с вами цель. Возможно, в какой-то степени долгосрочный период. Понятное дело, что за понедельник такие вещи не заваливаются. Сколько там? 1200 пунктов. Ну, маловероятно. Фунт. Ничего не случилось, ничего нового. Сопротивление есть, поддержка есть, все сработало как надо. Здесь надо было, конечно, шортать на фунте. Именно тогда. В принципе, ничего не изменилось, да, как я уже говорил, значит, на минимум мы не обновили. Поэтому говорить о развитой тенденции вниз пока рано. Здесь есть сопротивление и покупать до того, как мы его пробьем, тоже, как мне кажется, рано. Народ, что он у нас там, да, шортает, работает вернее, значит, посмотрим. Ну, народ во многом, да, находится в вангах и при этом испытывает некие трудности. Также сопротивление здесь есть, да, то есть шортисты. Вот, что у нас со стопами. Есть стопы под минимумом. Это хорошо. Даже не совсем под минимумом. Но это плохо. Вот пятничный минимум есть стопы. Будет ли пробой на них? Наверное. Наверное. Но опять же здесь открытый интерес упал. Честно говоря, даже пока не знаю. В общем, лучше тоже будем с вами ждать. Поэтому фактически пятничный сценарий полностью, абсолютно переносим на сегодня. Ну, вот разве что, может быть, можно в рамках, так сказать, в рамках интродэя можно пошортить на пробой, если получится. Но только в рамках интродэя. Так, поехали. Опт. И вот здесь у нас тоже, собственно говоря, шорт. Цели все те же самые, все, в принципе, то же самое. Канада. Здесь засчитаем с вами лось. По утреннему брифингу от пятницы. Не ждали мы падения. Ну, ждали какого-то роста. Значит, не состоялось. Поэтому от сих пор до сих пор мы с вами считаем минус 300 пунктов. Ряд людей здесь получили реально минус 300 пунктов, потому что получили они их в нотфарм. Ну, понятное дело, я уже говорил о том, что торговать в доллар-конский доллар на нотфарме достаточно страшно. Ну, что есть, то есть. Что для меня важно, это то, что мы прошли достаточно четко и понятно, прошли зону поддержки. Поэтому, в принципе, с вами можем разворачиваться достаточно плотненько и двигаться вниз, да. То есть у нас, получается, стопы, которые находятся вот здесь, тут очень большие, за которыми мы пытались охотиться, на прошлой неделе, скорее выжжут. Да, то есть это было бы правильно достать стоп, но с другой стороны тоже. Так, по позициям, по открытым, не сказать, что тут что-то есть, да. Значит, мы прошли... Далее импульс, ну, наверное, ждем откат и работаем тоже в сторону импульса. На фьючерсе как это все дело выглядит. Вот у нас фьюч. Значит, ну, первая дневка, да. По дневке-то мы еще далеко можем идти. То есть мы вот до сюда можем идти. А, погодите, дневка... Ну, вообще-то, да. Так, а почему у нас дневка от Gold Comics? Что-то я вот тоже смотрю, совсем цены не те. 6C. Быстренько поправимся. Дневки у нас здесь. Ну, мы можем... Интересно, мы можем сюда отойти и потом пойти. Ладно. Грубо говоря, под дневки я бы не сказал, что мы в каком-то там развороте. Вот двигаться еще есть куда-то. То есть вот у нас депоинт в контроль объема контракта всего. Ну, давайте предположим, что мы можем дать вот сюда тест. И везде вот здесь попробуем пошортить. Но это далековасто. С другой стороны, мы прошли вот эти вот кластера пока. Поэтому мы скорее дадим этот объем. И вот здесь, и вот здесь. Вот здесь должна быть реакция. То есть вот здесь она должна быть реакция. И пойти, поедем туда. Вверх на фьючерсе. Да, и цель до сюда. Ну, так и будем с вами предполагать. Предполагаем, с вами, коллега, здесь разворот. На самом деле, настоящий. Здесь мы с вами все это стираем. Докуда ждать коррекции? 1.28.20, 1.28.60. 40 пунктов. В принципе, до нее доедем. Я думаю, может даже сегодня в рамках коррекции доедем. И там шорт. И шорт там. И цели. Первая цель 27.50. Вторая цель 26.85. Да, вот так тут. Значит, туда стоп. Зависит от объема. Ну, и поехали сюда. Это уже идея, наверное, даже не на понедельник. Это идея на пару, на тройку дней. В принципе, почему нет? Да, первая цель, вторая цель. Японцы. Ну, давайте их посмотрим. По факту ничего не произошло. Ничего не изменилось. Ничего не предполагали мы с вами. Что народ? Давайте посмотрим, как народ здесь реагирует на все это телодвижение. Надо сказать, что мы подошли к верхней границе. Еще и тоже не пробили, но подошли. Да, и это, в принципе, не то, чтобы не есть хорошо. Стопов там особо нету. Ну, вот, как бы движение вверх-то оно приоритетное. 6J. Посмотрим. Фичерс на всю эту штуковину. Мы сами, кстати, давно предполагали, что эта штуковина должна вниз завалиться. Ну, вот, как-то вот пока без особого энтузиазма. Должны увидеть импульс, должны увидеть откат. И должны увидеть тогда уже потом шарты по фичерсу и ланги по базовому активу. Пока, наверное, в сторонку. Пока, наверное, в сторонку, потому что, ну, что из пальца высасывать? Да, тем более, что я бы там повысасывал бы из пальца, будь сегодня среда или вторник, когда волатильность побольше, так сказать. Пока нет, тогда нет. Так, австралийцы дальше двигаемся. По австралийцу четко все. По идеям брифинга, ну, как видите, не было точки входа. Не было никакой точки входа. И не было... По стопам мы так и не проехались. Давайте посмотрим. В общем, остались они или нет. Если остались, позиции оставляем. Тогда на пробой. Да, топы остались. Никуда они, в принципе, не делись. Может быть, маленько поубавилось. Но, в принципе, все нормально. С другой стороны, есть, да, поддержка в этом плане. Видим продавцов застрявших. Ну, поэтому, наверное, будем ждать уже второй части. Да, это всего дела. Это пробои. По фьючерсу давайте его глянем. Ну, конечно, красиво все было. То есть, конечно, шортить надо было вот от этих примерно кластеров, которые давали по факту. Есть этот баланс, да? Ну, кто бы знал. Мы шортили, вот, пробовали, да, шортить отсюда. Сейчас копимся. Нам надо пройти вот этот баланс и не пройти вот этот. Да, то есть, ну, в принципе, можно попробовать реализовать еще и пятничный сценарий, имеется в виду с откатом. Вот этот вот, да, но я бы сильно на это не рассчитывал. Давайте все-таки будем ждать второй части. Да, это пробой. Нас интересует отметка 1.26.20. И там у нас сколько? Сейчас мы посчитаем все. 1.26.20 и там пункт в 20. То есть, 1.26 ровно это все. Ой, 1.76 ровно это все. Место для пробоя. То есть, вот так вот. Здесь. Вот так вот. Пробой. После этого можно ждать какого-то отката и пробовать еще раз шортить. Ну, это уже может быть даже на второй день. То есть, вот так вот. И докуда будем падать с вами? Ну, предположим, падать-то есть. Докуда? Ну, пусть это будет 75.50. Примерно так. 75.50. Такая наша вот цель. Дальше двигаемся. Е наверх. И резко ушла. Ну, тут скорее стопы есть, которых в уанде почему-то не видно. Поэтому она резко, наверное, ушла. Это нормально. Там не потому, что там новость. Просто на стопах она прокатывается. Я не вижу в этом смысла их там вылавливать. Их там может не быть. Ну, в том количестве, в котором там нас интересует. По золоту тоже сегодня пас. Потому что мы вроде бы как-то заваливались с другой стороны. И сопротивление давит. Да, и поддержка как бы есть. И ничего нет. Лучше, конечно, дождаться пробоя вниз. Имеется ввиду. Да, и уже шортить на падение. Но как-то все это дело выглядит коряво, честно говоря. То есть, вот у нас весь объем сосредоточен здесь. И опять же таки, когда мы пробьемся вот здесь вниз под эту штуковину, да, у нас еще будет вот эта шпилька. Но она, конечно, мало о чем говорит. То есть, в принципе, нам надо так же, как и в случае с австралиейцей, стандартация импульсного пробоя, потом откаты и дальнейшее движение в шорт. На брифинге я рисовать такую не буду, картинку. Мы ее будем держать в голове, если что, торговывать по торговому стриму. То есть, в течение дня, интродэя. Вот, ну, в общем-то, все. Так, у нас получается, что идей-то на самом деле немного. И во всяком случае, везде надо смотреть проявление инициативы. Поэтому, ну, что и обычно, в принципе, для понедельника. Открытый интерес должен подрастать, ничего нового. Вот, поэтому на этом с вами все. Значит, встречаемся теперь мы с вами послезавтра в брифинге. Вот, ну, торговый стрим, как всегда, 8 часов 30 минут. Все. До связи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok